Спасибо. Спасибо за вашу поддержку. Я искренне удивлен тому, какая единодушная и массовая поддержка у вас в комментариях. Я понимаю, что эти ролики нетипичный контент на моем канале, но еще я понимаю, что вы меня слушаете. И это важно. Потому что я считаю свою музыку не единственной сильной своей стороной. И теперь нахожу этому подтверждение от людей здесь, на этом канале. Так что спасибо. Но это будет последний. Последний ролик на политическую тему. Я понимаю, все устали. Люди четко разделились на два лагеря. Первые эмоционально вымотаны, ушли в игнор и стараются избегать любой информации о политике, о военной спецоперации. Простите, несколько дней назад вышел закон. Я вынужден называть ее так. И по этой же причине пришлось скрыть два своих предыдущих ролика. Я вроде как, знаете ли, тоже своего рода масс-медиа. На пятеру присесть не хочется. Так что я надеюсь, все, кто хотел посмотреть, посмотрели. Когда-нибудь я в мирное время их верну. Так вот. Первые стараются избегать новостей о том, как там бомбят дома и умирают дети. Вторые не понимают, почему первые избегают новостей о том, как бомбят дома и умирают дети. Ведь там бомбят дома и умирают дети. И есть небольшая часть людей, которые стараются сохранить критическое мышление. Этот ролик для них, потому что, как и предыдущие два, он не рассчитан на эмоциональную поддержку. Не потому, что я не хочу ее проявлять или не хочу сочувствовать сложившейся ситуации. Мои близкие зрители и слушатели прекрасно знают, какое огромное количество контента я сейчас делаю в Телеграме и на стримах, рассчитанное именно на эмоциональную поддержку комьюнити. Однако, суппорт с суппортом, но логический анализ ситуации никто не отменял. Сейчас набегут комментаторы, мол, лучше бы ты писал музыку и не лез во все это, но нет. Я понимаю, что современная рэп-индустрия приучила нас к тому, что все музыканты кажутся умственно отсталыми кретинами. Но факты таковы, что людям нравится слушать умственно отсталых кретинов, иначе бы они не были известными. Ладно, это лирическое отступление. Мне просто не хотелось сразу уходить в политические и макроэкономические деври. Теперь, для того, чтобы мы друг друга лучше поняли, я сразу озвучу причины и цели этого ролика. Ну, кроме того, что я изначально планировал этот политический спин-офф на моем канале в виде серии из трех частей. Дело в том, что мы с вами находимся в критической ситуации. Сложно это отрицать. А критическая ситуация требует другого подхода к принятию решений, чем в обычное время. У нас нет времени тормозить, тупить и паниковать. В мире что-то происходит, и это очень сильно влияет на каждого из нас. Деньги россиян с каждым днем уплывают из их карманов из-за повышения курса. Украина, напуганная ежедневными бомбардировками, все мировое сообщество превратилось в тотальных русофолов. Для большинства людей все происходящее внезапно, непонятно и непредсказуемо. Поэтому люди паникуют, злятся, торгуются друг с другом в интернете и на кухне. В общем, показывают все пять классических стадий принятия неизбежного. Но вот вопрос. Если бы все знали, что так будет, какие будут последствия и что делать дальше, то что бы люди сделали? Я имею в виду не «да, мы выбрали другого президента», а исходя из реального положения вещей. Под реальным положением вещей я имею в виду неизбежность того, что сейчас происходит. То есть да, как мы убедимся позднее, у нас, простых людей, почти не было возможности как-либо повлиять на текущую ситуацию. Увы, она была прогнозируема и ожидаема. Для тех, кто понимал, как прогнозировать, конечно. Дело в том, что политическая и экономическая грамотность людей в основной своей массе находится на настолько низком уровне, что это, знаете, как показывать фокус обезьянки. Я не сравниваю сейчас ужасы войны с фокусами обезьянки. Пожалуйста, не надо. Я говорю о том, что если бы люди понимали неизбежность какого-либо происшествия, ну вот прям полную неизбежность, без вариантов, то что бы они сделали? Как бы подготовились? Убежден, что не все из россиян, кто смотрит этот ролик, успели перевести все свои деньги в доллары, когда он стоил 75 рублей. Не все, кто живет в Украине, успели подготовиться к тому, что будут бомбить города. Но это некорректный пример, я не на территории Украины, поэтому я не имею права говорить о таких частных вещах. Но все, что мне остается, попробовать оценить ситуацию в общем, исходя из некоего политического и макроэкономического системного анализа. И сразу контраргументируют тех, кто уже потянулся к клавиатуре, чтобы написать, зачем во всем этом разбираться, ведь там бомбят дома и умирают дети. Я не собираюсь детально разбираться в том, что происходит. Этим будут заниматься историки, когда все закончится. Но попытаться хотя бы базово понять ситуацию нужно, чтобы понять, что будет дальше. Условно говоря, если вы с другом приехали в Африку, и твоего друга схватил крокодил, то что ты будешь делать? Паниковать, крича на всю саванну. О, Господи, крокодил ест моего друга, сделайте что-нибудь. Или ты просто смиришься с тем, что не знаешь, что делать в такой непривычной ситуации, и подождешь, пока твоего друга доедят. Надеешь, что он все-таки как-нибудь выживет. Или ты бросишься вытаскивать своего друга из пасти крокодила, забыв о том, что крокодил сильнее тебя, и ты не только лишишь своего друга шанса спастись, но и сам, скорее всего, станешь для него ужином. Или без паники осмотришься вокруг в поисках подходящей палки, которой можно ударить крокодила, заставив его открыть пасть и выпустить твоего товарища. Или, может быть, недалеко будет пробегать ягуар, которого можно приманить крокодилу, чтобы он набросился, и крокодил бы выпустил добычу. Ягуары, естественно, враги крокодилов. Блин, что за тупой пример? Короче, вы поняли. Из всех вариантов лучшие и наименее опасные для вас обоих, это если ты включишь мозг и подумаешь, что происходит и что лучше сделать. Извините, пожалуйста, я просто иногда таких комментаторов в интернете встречаю, что мне кажется, если им показать вот это вот, они подумают, что это магия. Поэтому я прям пытаюсь каждый тезис разжевать. Все, мы вплотную подобрались к основной теме ролика. И это анализ, который будет некоторым из вас наверняка полезен. И начнем мы с поведенческого анализа, который ответит на некоторые вопросы. В частности, объяснит, почему на призывы украинцев помочь не отреагировал, в общем-то, никто. Ни россияне, ни Европа. Доказывать это, думаю, не надо. Вы все видели в интернете огромное количество роликов Зеленского, где он обвиняет Евросоюз и НАТО в бездействии. Это хуево, но это правда. Зачем мы это разбираем? Чтобы понять, помогут ли, ждать ли, выйдут ли россияне на площади свергать царя, пришлет ли НАТО спасительную армию и так далее. Ведь от этого прямо зависят наши с вами жизни. Больше всего с точки зрения экономики. Итак, мы можем выделить четыре основных типа реакции людей на происходящее. Я не знаю, основано ли это на какой-нибудь существующей системе. Во всяком случае, я увидел четыре. Первый — это паникеры. Они же активисты. Они же авторы самых эмоциональных постов и видео. Они же авторы плакатов. Ленточек, призывов помочь. Короче, все люди, которых заставляет действовать их эмоциональная вовлеченность. Им неспокойно, их переполняют эмоции, поэтому они вынуждены что-то делать. Об эффективности их действий, как правило, они не думают, потому что слишком много эмоций. Им кажется, что если все будут делать так, как они, то все получится. Но, увы, все не будут делать так, как они. Хотя, если бы мы хоть раз что-нибудь сделали всей страной единым фронтом, то мы же с вами реалисты. Наша задача — действовать эффективно в предлагаемых обстоятельствах, а не в тех, которые мы себе там выдумали. Так что дальше. Второй тип реакции — агрессия. Думаю, вы все встречали эту реакцию в интернете в последние дни. Агрессоров много. Очень. Что неудивительно, агрессия является одной из самых древних и базовых эмоций человека. Ирония в том, что эта группа людей мешает первой и уравнивает ее. Если бы одной из них не было, то общественное движение могло бы сдвинуться куда-то. Но агрессоры и паникеры идеально уравнивают друг друга. Вот самый яркий пример последних дней. Россияне то и дело получают или видят сообщение, в котором украинцы просят их остановить деда, выйти на площадь и вмешаться в происходящее. Месседж понятен. И если бы граждане целой страны просили граждан целой другой страны о чем-то, то, может быть, что-то бы и произошло. Но из десяти сообщений, которые встречает средний российский пользователь, пять — это просьба о помощи. А пять — сообщения в духе «Сдохни, ебаная русская мразь». И выходить на площади ради страны, где половина людей желает тебе смерти по национальному признаку, сразу не хочется. Не могу судить по себе, потому что я-то ебаная белорусская мразь, и мне таких сообщений не пишут. Но моим украинским зрителям, с сожалению, вынужден сообщить, что настроения в России неоднозначные. Потому что агрессия рядовых украинцев в сторону рядовых россиян чувствуется слишком сильно. И да, я понимаю, что огромная часть этих сообщений — фейки, которые как раз направлены на то, чтобы вызвать отторжение и лишить людей мотивации выходить ради вас на площади. Но это мы с вами это понимаем. А люди, ну, вы же знаете, если они что-то видят в интернете, это же так и есть. Это правда. Еще раз, я не даю ни оценочное осуждение, ни моральную оценку происходящему. Пока что я делюсь с вами только фактами и отстраненным наблюдением. Итак, паникеры, агрессоры. Следующий тип реакции — отказ. Я уже миллион раз услышал, лучше в это не лезть, это не наше дело, я не хочу в этом разбираться, какая разница, что там происходит, мы ничего не знаем наверняка, уверен, вы кого-то из знакомых в этих фразах узнали, или себя. Так вот, именно на этих людей вся надежда. У государства самый удобный гражданин — это гражданин, который сидит и не отсвечивает, не выражает своего мнения, не лезет ни в свое дело, покорно принимает на себя роль ведомого. Объяснять, к чему это ведет, думаю, не надо. Не, все-таки надо, я забыл, что тут все надо объяснять. Такая позиция ведет к тому, что человек, отказывающийся реагировать или думать о происходящем, лишает себе возможности прогнозировать. Причем, они не понимают, что любой, даже самый непрофессиональный и поверхностный прогноз лучше, чем отсутствие прогноза в принципе. Именно такие люди хранят депозиты в рублях, удивляются каждому штамму ковида, как в первый раз, до последнего надеются, что хотя бы бершка не уйдет с рынка. Именно они больше всего страдают от девальвации, от санкций, от любых потрясений. Именно они последними остаются на любом тонущем корабле. Потому что они не способны делать никаких превентивных шагов для обеспечения своей безопасности. Потому что они отказываются анализировать ситуацию, вникать в нее и на основе системного, исторического анализа и так далее пытаться строить прогнозы. Хотя бы пытаться. Попытка прогноза даст больше, чем отсутствие прогноза в принципе. И последний тип реакции анализа. Это то, чем мы тут вот уже третье видео пытаемся с вами заниматься. Мы не эксперты, не политологи, не экономисты, да, но мы с вами умные ребята и у нас есть глаза, и мы умеем читать и учиться. А я твердо убежден, что любой анализ лучше, чем отсутствие анализа. Потому что решения, принятые не на основе эмоций, не от страха, а на основе логического, безэмоционального, беспристрастного анализа, у таких решений больше вероятность, что они будут верными. Не знаю, если сейчас есть люди, которые вот со мной сейчас в этом тезисе не согласились, выключите видео, я тут больше ничего для вас нет, вас не переубедите. Я не знаю, что больше делать. Я сдаюсь. Короче, анализ это полезно, потому что попытавшись проанализировать ситуацию, человек с большей вероятностью сможет принять решения, которые эффективны лично для него в сложившихся условиях. Давайте не притворяться, что для нас есть вещи важнее, чем лично наша судьба, безопасность и так далее. Самопожертвование в основной своей массе не свойственно нашему виду, иначе бы Кремль же давно горел огнем, во всем мире бы царила демократия и всеобщее равенство. Но нет, так не будет. Практика говорит о том, что человеку важно лишь то, что касается лично него. Даже в таких сложных ситуациях. Это такая социальная аксиома. Неприятная, но правдивая. Сейчас вот куча известных людей уезжает и из России, и из Украины. Это те люди, которые транслировали лояльность власти. Но теперь в кризисный момент предпочитают тут не находиться. А вы бы сейчас не предпочли оказаться где-нибудь не здесь, а на пляже, имея финансовую свободу, если бы была такая возможность. Польские пограничники кроют матом украинских беженцев, приехавших на территорию Польши. Там им не особо рады. Их унижают за то, что они, типа, предали свою страну, спасая себя, свое имущество, свои деньги. Ну, будь у всех поголовна такая возможность, кто бы ей не воспользовался. Мы с вами смотрим YouTube, а не вершим революцию, потому что так безопаснее. Об этом не принято говорить. Наоборот, принято стыдить других за бездействие. Но, как показывает статистика, мы находимся в ироничной ситуации, когда одна группа стыдит другую группу в интернете, после чего обе группы продолжают сидеть дома. И это, в общем, нормально, ведь это не противоречит нашему главному эволюционному инстинкту. Инстинкту самосохранения. Исходя из его главенства, мы попробуем проанализировать некоторые актуальные на сегодня события, чтобы понять, что вообще делать. Делать мы это будем, используя некоторый исторический бэкграунд и хотя бы базовое понимание геополитики и макроэкономики, что позволит нам разобраться, как минимум, в причинно-следственной связи и предположить, с какой долей вероятности, какое развитие событий нас ожидает дальше. Итак, пробежимся еще раз кратко по цепочке событий, которые нас привели туда, куда привели. Я не буду останавливаться на всех деталях и событиях, потому что моя цель сегодня не исторический экскурс, но главное событие мы вспомним. В 2014 году в Киеве вспыхнул Майдан. Люди были возмущены тем, что тогдашний президент Украины Виктор Янукович не выполнял свои предвыборные обещания, касавшиеся евроинтеграции. Украина, во всяком случае, ее часть, хотела стать частью Евросоюза, и к этому все было готово. Но в последний момент Янукович сдал назад. Почему? Потому что Россия была очень сильно против этого. Включение Украины в Евросоюз означало бы со временем и включение ее в блок НАТО. А это означает неминуемое размещение военных баз на территории Украины. У НАТО такие правила. Да, некоторые страны блока НАТО уже имеют границы с Россией, но они маленькие, узкие, неудобные. В отличие от Украины, которая имеет хорошую, широкую, близкую к Москве границу. Сейчас некоторые комментаторы зададут набивший оскомину вопрос. Зачем НАТО нападать на Россию? Ну, противостояние вооружения России и США, а точнее СССР и США, песня не новая, поскольку Штаты и Советский Союз это две конкурирующие, по сути, компании. А сдерживание конкурента это один из способов ведения бизнеса в конкурентной среде. Мне же не нужно объяснять, что государство и компания, даже скорее холдинг или корпорация, нет, холдинг это скорее как раз про НАТО, в общем, компания, корпорация, да, компания и государство устроены по одному принципу и функционируют очень похоже. Просто разные масштабы. Ну и на всякий случай напомню, что НАТО это военно-политический блок, созданный в США с целью защиты Европы от влияния СССР в 1949 году. Кстати, любопытно, что в 1954 году СССР подала заявку на вступление в НАТО и ее отклонили. Наверное, в этот день всем было очень неловко. В общем, если вкратце, географическое расположение Украины таково, что если разместить там военные базы, то ядерные ракеты России даже не успеют толком оторваться от земли. Их можно будет сбить прямо на старте. Очень близко, потому что, соответственно, Россия автоматически становится слабее штатов по оружию. А это ведет к дальнейшему подавлению России на правах более сильной Америки. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому на поверку оказывается, что размещение военных баз НАТО на территории Украины это реально прямая и очень серьезная угроза безопасности России. Прежде всего, безопасности экономической. Почему? Потому что, напомню, главные выгоды, которые ищет любой игрок на мировой арене, это экономические выгоды. И право на экономическую выгоду, как и в повседневной жизни, имеет тот, у кого больше пушка. Тот, у кого пушка меньше, постепенно впадает в экономическую зависимость от более сильного конкурента. И зависимость эта постепенно становится все больше и больше. Страну постепенно превращают в сателлиту, а у населения страны, деньги, из которой все время утекают в страну хозяина, пропадает возможность хоть когда-нибудь стать богаче. Потому что, чтобы страна богатела, ее экономика должна быть как можно более независимой. Короче, надеюсь, на этом тоже не нужно останавливаться, это понятные вещи, логичные, давайте дальше. Теперь, когда ясны причины того, почему же Россия так упорно не хотела видеть Украину в Евросоюзе, и как следствие в НАТО, и учитывая огромное экономическое влияние России на Украину в то же время, связанное прежде всего с объемом торгов, становится понятно, почему Янукович сдал назад в вопросах подписания договора о вступлении в Евросоюз. Мы не знаем, что точно тогда сказал ему Путин, и чем пригрозил ему в случае подписания договора, но, судя по всему, это было что-то такое, что Януковичу явно не понравилось. Итак, Янукович оказался между двух огней. С одной стороны, народ хотел интеграции с Евросоюзом, с другой, Россия выставила некие условия, которые делали для Януковича вступление в Евросоюз невозможным, или, во всяком случае, малоприятным. Нерешительность Януковича спровоцировала Евромайдан, ну, то есть там были различные отягчающие обстоятельства, вроде избиения студентов, чьих-то снайперов на крыше и так далее, останавливаться на этом не будем, но суть ясна. Майдан спровоцировал досрочную отставку Януковича и насильственную смену власти. И в этот момент случаются две вещи. Первая из них — это активизация сепаратистских настроений на Востоке Украины. Восток Украины всегда был, по большей части, пророссийским, и, поняв, что Украина находится, по сути, в состоянии анархии после свержения президента, Восток решил выступить за отделение от Украины. Так начинается известная история с Донецкой и Луганской народными республиками, которая, конечно, очень сильно повлияла на события сегодняшних дней, но не только она. Вторая вещь, которая случилась, — это аннексия Крыма. Случилось это вот почему. Поняв, что в Украине без власти, США пытается воспользоваться этой ситуацией, поставив туда своих. Да и кто бы не воспользовался. Практически бесхозная, разодранная противоречиями страна с кучей ресурсов. Лакомый кусочек для такой огромной империи, как Соединенные Штаты Америки. По сути, вместо Америки там могла быть любая огромная страна, но Америка оказалась первой. Помимо прочего, они запустили в Черное море свой флот, чтобы подобраться к берегам юга Украины и принести, так сказать, демократию. Нанести туда. Но вот незадача. Согласно так называемым Харьковским соглашениям, в порту Севастополя был блок Черноморского флота РФ. И американские корабли стали создавать прямую угрозу российскому флоту. Варианта у России было два. Либо убирать из Севастополя свой флот и отдавать Крым военным кораблям США, либо... Второй вариант был выбран еще и на фоне анархии, царившей в Киеве. Дальше, думаю, вы знаете. Референдум, присоединение Крыма к России, средний палец американским кораблям. И да, с точки зрения международного права это действительно была аннексия, тут не поспоришь. Но теперь вы знаете причины. Если подумать, у Путина, как у человека, защищающего свои активы и экономические интересы, не было варианта убрать оттуда флот и потерять довольно значимую сферу влияния. Не забывайте, что мы оцениваем эти события с точки зрения бизнеса и экономики. Как бизнесмен, Путин поступил так, как поступил бы любой бизнесмен. Моральный аспект этого мы рассматривать тут не будем. Каждый пусть делает выводы для себя. Но, думаю, понятно, что чисто с человеческой точки зрения это, конечно, было некрасиво. Но с точки зрения бизнеса, just business. Что же, как видите, российская власть, защищая свои экономические интересы и безопасность, весьма и весьма сильно разозлила украинцев. В Евросоюз не пустили, Крым отжали, ЛНР и ДНР тоже теперь спорная территория. Есть на что обидеться. Дальнейшие события мы описывать не будем, они вам знакомы. Затянувшаяся война за территорием, приход и уход Порошенко. И тут на арену приходит Зеленский. Абсолютно прозападный президент, который возвращает Россию и Украину в клэш 2014 года. Но только на этот раз абсолютно открытый. Что было дальше? Вы знаете. Зеленский решил отправить Украину в НАТО. Россия сказала, можно, пожалуйста, не надо, а то разъебу. А Зеленский решил, что раньше, чем Россия вторнется на Украину, надавать ему по жопе, его прикроют войска НАТО. И тут он легендарно проебался. Страны НАТО прекрасно понимали, что в условиях настолько накаленной обстановки вмешательство войск НАТО в российско-украинский конфликт будет автоматически означать конфликт с Россией. И малой кровью в нем не обойдется. Россия слишком сильная, быстро успокоить ее не получилось бы. Поэтому это была реальная угроза Третьей мировой войны. Да-да, чтоб вы понимали, мы неделю назад реально стояли на пороге Третьей мировой. Там еще бы потом подключилась Америка. Поэтому, как вы, наверное, заметили, ни Европа, ни Штаты, ни НАТО, никто Украине в этом конфликте не помог. Ну, конечно, кто там поставлял оружие, создали интернациональный блок добровольцев, Канада прислала пару самолетов экипировки. Но мы же все с вами понимаем, что это капля в море по сравнению с тем, как реально могли бы оказать помощь страны НАТО. Зеленского мурыжили аж неделю, осуждая Россию, поддерживая Украину, крича во всех соцсетях. Но никаких реальных, существенных шагов Европа не сделала. Зеленский подписал договор об ускоренном вступлении в ЕС, который Совет ЕС сказал, что будет рассматривать. Короче говоря, Зеленского развели как ребенка. И самое страшное, что ему в этом случае, к сожалению, реально особо ничего было не сделать. Он оказался между двух огней. Украина, внимание, сейчас будет больно. Украина – сильно лакомый кусочек для гигантов вроде США и России. Она всегда будет на стыке их интересов. Она находится ровно посередине условной линии, которая разделяет интересы Запада и интересы Востока. Короче говоря, если проще, Украина слишком классная, чтобы быть независимой. Она, к сожалению, будет продолжать быть прецедентом для передела между Россией и США. И чем больше усиливается конфронтация между этими двумя компаниями, тем сильнее будет доставаться Украине. Последние 10 лет Украине откровенно не везло с политиками, с решениями. И еще больше ей, к сожалению, не повезло просто быть там, где она находится. Находиться между теми странами, между которыми она находится. Короче, мой сугубо личный прогноз, основанный на анализе вот всей этой информации, заключается в том, что Украина без сильного политика, который бы сумел сохранить целостность страны и смог бы тонко лавировать между интересами Запада и интересами России, Может, просто... Другими словами, пока что никаких предпосылок для мира нет. Для деэскалации конфликта, временной деэскалации, возможно, но не сейчас. А для мира нет. И теперь вы понимаете, почему. Поэтому никакой отмены санкций, падение доллара и возврата иностранных бизнесов в России пока что не предвидится. Добро пожаловать в новую реальность. Я очень люблю Украину. Когда я был минским студентом, я гонял в Киев каждые выходные на электричках и автобусах. И я с любовью вспоминаю те времена, когда это было возможно. Я очень хотел бы снова посидеть на лавочке на Хрещатике. Снова поиграть песни океан Эльзы. Снова познакомиться с какой-нибудь потрясающей тусовкой. И снова всю ночь пить с ними портвейн и болтать на моем ломаном полуукраинском, полубелорусском. И я знаю, что пока это не вариант. И мне жаль, что все так происходит. Но я надеюсь, что когда-нибудь все станет по-другому. И снова наступит мир.